Здесь у меня куриные потроха, желудочки и сердечки. Здесь печенка. Вот, стоят у меня два казана с водой. Уже закипела вода. Подсоленная вода. Отдельно буду варить желудочки и сердечки. И отдельно буду варить, вот уже закипела вода, печенку. Потому что печенка будет вариться у меня 15 минут. А желудочки и сердечки будут вариться полчаса, минимум 40 минут. Может 50, я еще посмотрю. Как закипит, делаю тише воду, естественно, сварится. И потом откидываю на дуршлаг. Пока варится потроха, варю стакан риса. Воду надо подсолить. Маслечко и лучок порезаю. Лучок немножко в сахарю. Я всегда это делаю. А вишня вкусняшка? Женька, эту вишню я на пирожки вообще-то собрала. Сейчас будешь колупать. Вкусная вишня? Да. Кисло-сладенькая, да? Да. Или сладенькая? Сладенькая. А какая вишенка. Сейчас будем ее колупать, да? Да. Бабушка пирожочки будет делать с вишенкой. Вареный рис перемешиваю с луком. Ну, естественно, с маслом, в котором жарился лук. Прошел час. Вот. Выключаю. Полностью еще не сварились желудочки и сердечки, но уже достаточно. Перекрутила через мясорубку вареные потроха и сюда вот в тарелочку их. Теперь перчу. По вкусу я на глаз перчу. Конечно, чтобы много не было, потому что будут еще дети кушать. Посолить надо обязательно. Тоже по вкусу, конечно. Но лучше не досолить, чем пересолить. Правильно. Можно сюда еще положить кусочек сливочного масла растопленного, но я не хочу. Я, когда жарила лук, я побольше налила растительного масла. Ну что же, начиночка готова. Приступим к тесту. Здесь у меня 50 грамм дрожжей. Вот. Беру половинку. Половинку. Крышу ее. Крышу. Беру 2 чайные ложки сахара. Можно одну. И это все залить либо теплой водичкой, либо теплым молочком. Заливаю теплой водичкой и размешиваю до однородного состояния. Накрываю крышечкой и на 15-20 минут отодвигаю в сторонку. Ну, а я пока заварю чайочек себе из мяты. У меня есть сушеная мята. Есть свежая, конечно, на грядках, но надо же туда пойти, понимаете, сорвать ее. Вот мешочек есть у меня мяты. Вот. Сейчас залью кипятовочком. Вот так. Полную с горой, понимаете. Вот так. Вон она. В бокале. Балтика, понимаете. Вот такое пиво я пью. Вот. Сейчас тоже минут 20 оно запарится и можно пить. Процеживать через сито и пью. Накрываю так чем-нибудь крышечкой и 20 минут в стороночку. Очень вкусен такой чай с лимончиком, с сахаром, без сахара. В общем, можно пить как хочешь. Друзья, здесь у меня, угадайте, что смотрите, в целый сборник из этого всего я буду готовить пирожки. Это молоко кислое домашнее. Это у меня молоко тоже кислое, но вареное. Поставила варить, оно скрутилось. Это у меня кислое молоко магазинное. В общем, сейчас что я сделаю. Я всё переливаю в одну тару. Солю. Чайную ложку соли ставлю. Всё. Убираем. Убираем. В общей сложности у меня литр получился. Так, ну сейчас я достаю муку. Так, ну сейчас я беру муку. Что? Так. Муку. Так. так сюда еще добавляю растительное масло бутылочка у меня такая маленькая 3 3 хватит 3 ложки вот эта вот опара немножко поднялась у меня выливаю сюда дрожжи шипят покажу сейчас я вам покажу смотрите как шипят дрожжи шипят больше сюда ничего не ложу единственное муку добавляю и будем замешивать тесто не крутое все тесто долго вымешивать не надо потому что это дрожжевое тесто вот такое оно получается нягенькое вот вот такое даже к рукам летнет видите вот все я его не делаю тугим накрываю полотенчиком и жду когда поднимется тесто примерно минут 40 может быть даже час на это уйдет а я пока уберутся со стола и у меня есть возможность попить мятный чай который уже заварился вот чтобы я без них дело как классно когда есть такие помощники вишенку очищают от косточек до освобождаем от косточек до да булавочка у каждого да же не получается ой молодец вера получается да вот так внучок с племенницы нашла им работу пришли за пирожками пирожков еще нету зато есть работа да говорю если хотите быстро пирожки получить то давайте ну тесто поднимается еще только а у меня есть возможность попить чай с мятой сейчас попью чай ну конечно и буду вместе с детками вишенку колопать да хорошие мои а сколько тут этой вишни ну ничего для вас хватит пирожки наделать да вера любишь пирожки да а движение с вишни а с мясом я его с мясом тоже с мясом мясо я нет я пирожки с мясом не ела не ела не предлагали тебе да мама не готовит наверное пирожки смысл не она не готовила просто бабушка там друг готовит выпечку но она пирожки не делал мне кажется я не помню либо делал либо нет может тебе другие доставались да с другой начиночкой но сегодня покушать тетя наташа такие вкусные пирожки сделать ох надо начать уже делать так ну вот мое тесто поднялось начинаю делать пирожки то детям уже не терпится стол смазываю растительным маслом в руке прямо можно вот так вот раз соединять можно ножом как удобно тесто не тугое поэтому можно так делать теперь я просто вот так вот вручную не раскатывая по-быстрому вот так это еще делается сколько у меня 7 и 7 сделаем 7 и 7 да все начинку так начинки вожу побольше хотя это вручную вроде бы чайная ложка можно наложить как две в стол так первая сковородка у нас пойдет с мясной начинкой мы любим где больше начинки у меня помощник появился дочь я пришла так я зажигаю сразу включаем сковородочку вот так быстренько они делаются главное что приготовить начинку и тесто естественно само собой все так они полежат вот пирожочечки наши смотрите как удобно вот с таким тестом работать ну вообще красота просто-напросто красота по быстренькому да мы сейчас как сделаем все сразу за полчаса все пирожки нажарим вот здесь на столе у меня растительное масло повторяюсь поэтому они не прилипают к столу вот опа что расходятся тут не расходились пока будет жариться первая партия пирожков наделаю вторую пирожки на дрожжевом тесте они должны немножечко как бы полежать в идеале полчаса хотя бы до того как мы жарим на сковородочке ну так как у меня тут уже много народу собирается и все ждут пирожки полчаса мы ждать не будем да любая и вишня у нас еще есть но сначала я хочу с мясом сделать вот сейчас наливаю сюда масло так закидываю судя по всему масло еще не нагрелось да обычно шипит нету времени ждать так что у меня тут пирожки расходятся ставлю швом вниз так поместится у меня надо что поместилось сейчас еще этот кинет что было 7 и 7 что было 7 и 7 да они должны еще увеличиваться значит надо ставить поменьше да ну масло в принципе много поэтому будет хорошо жарится думаю но пока жарятся пирожочки я продолжаю лепить может быть вторую партию сделать с вишенкой детки ждут или все таки с мясом да чтобы мы все попробовали потому что сестра пришла дочка пришла да все с работы голодные племянница внук муж мама моя я о сколько сколько человек сколько мне пирожков надо делать поэтому вторую партию тоже с мясом сделаем да чтобы всем было хоть по пирожку с мясом а потом уже с вишенкой уже детки подождут значит две сковородки мы делаем с мясом вот а сейчас по-быстрому она пожарится так ну что тут наши пирожочки слушай надо же еще аккуратненько вот так перевернуть ювелирная работа конечно когда места много в сковородке легко переворачивать еще какие красивые да ну главное чтобы они были вкупу пирожочек пирожочек все стучек ну вот ты посчитала сколько нас человек нет так ну папе надо несколько штук чтобы быть довольны ему один не канает все все ну вот одна сковородка и вторая будет чтоб хотя бы каждому по два да красивые да у зайчики вот видно да только что приходил муж мой уже хотел старик пирожок а пирожок еще в сковородке пирожки накрываю вот эти пирожочки кидаю полежали ну вот ложечка там видно что я делаю да да вот такие красивенькие ой такая красота я так люблю вот именно вот с таким тестом возиться удобно и вообще быстро самое главное быстро все все огонь у меня средний когда я переворачиваю когда я переворачиваю на другую сторону пирожочки да я накрываю крышкой все ну мои хорошие есть тут у вас тут что кушать есть тут у вас что кушать мои хорошие господи ждут ждут мамочку свою да надо еще насыпать идите идите кушайте идите кушайте да ой гуськи гуськи а что мои гуси гусья 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 да да уже освоились знают где водичка да где кормушка что что скажешь гуськи гуськи и цыпки прислушиваются думают что им что то принесла вы не голодные гуськи тоже в принципе целый день траву деребанят целый день вот не представляю как они без травы будут вымрут как мамонты да гусья утятки в обход партизаны а бежит смотрите какой кабачка самый первый который выводился у нас от каштанчика детятку детяточку а каштанчик а каштанчик а каштанчик вот там на дальнем горизонте где он видно не видно отсюда а каштанчик а каштанчик куда гусиков спроводили куда спроводили гусиков моих так сейчас я им еще это и принесу ну как они все дружненько здесь обитают у меня я уже принесла еще одну кормушку думала для гусиков но тут хорошо справляются утики и вдобавок еще и цыплята слушайте повадился мне один цыпленок даже не один а два постоянно вылетают и сюда лезут понимаете тут же вкусненько что бы тут не покушать надо крылья им пообрезать этим цыпкам непослушным да мои хорошие объедают вас скажи хотят кушать корм стартовый друзья гусятки уже догнали почти утяток скоро перегонят да мои хорошие кушать кушать куда куда ты за мной бежишь сейчас и не поймешь да кто первый кто последний вылупился все одинаковые но мне кажется вот этот вот этот третий последний вылупился самый маленький пирог с мясной начинкой здесь кастрюля еле-еле друзья закрывается правда уже поели половину вот такие вот пирожочки получается вот такие вот решила пока сделать сначала с мясной начинкой а потом уже с вишней потому что вишня течет и будет гореть в сковородке но возможно такое поэтому сначала с мясной начинкой вот приготовилась для вишники вишню я пропускаю через дуршлаг чтобы висок вытек потому что она и так течет тут много что же тут я уже это вот перестаралась да но я не люблю когда мало начинки так а тут что тут косточка нашла вишню вот так я детей предупреждала говорю будете вы кушать это посмотри здесь тоже да они здесь нету грызу вы поломаете я не буду виновата в этом сами почистили от косточек вишенку освободили вот будете сами и грызть такую вишенку куда ты уже тыришь пирожки так но теперь с вишней обязательно я сахар сверху сыплю на вишенку сколько на пол чайной ложки да можно и ложку в принципе ложка не помещается вот так короче присыпаем можно и побольше конечно но будет выделять сок больше все все таким же макаром я слепляю пирожки хорошо с вишней надо залепливать края потому что если с мясной начинка края расходится начинка остается пирожки в любом случае да потому что она мясная то с вишней такое не прокатит вишня тоже принципе останется в пирожки но сок начнет вытекать и будут гореть пирожки самый смак будет вытекать ну не без этого то есть я к этому готова я знаю что пирожки с вишней такие капризные вот сделала 5 пирожков с вишенкой не хочу больше делать на одну сковородку чтобы было место между пирожками сковороде и чтобы они как бы лучше прожарились удобнее переворачивались пирожки пухляшки пухляшки ставим с вишенкой красота красота вот такая вот красота получается я друзья сделала 39 пирожков с мясной начинкой и 8 пирожков с вишенкой друзья ну вот деткам хватит по 4 пирожков каждому хватит они уже попробовали конечно такие пирожки нас ждут с вишенкой вот поэтому сейчас зажарю и ввесим тарелочку с пирожками сережка говорит хорошее жарить я уже наелся ну понятно но тут самое интересное надо доделать самое долгожданное с вишенкой для деток так вот пирожочки швом губ ай масло уже брызгает вот видите как может расходиться тесто вот так залепило опять все равно расходите да вот пьем ее все идем на сковородку и все обожариваю и все и наконец-то яйца покончилась пирожка что Женя вкусно? Вера вкусно? да беда ничего не поняли кушайте кушайте горячий да а ну да я это трогаю ну так вроде терпимо держать а кушать горячо да? начинка горячая еще да дождались дождались пирожков с вишенкой да? да да до кушать ường не Продолжение следует...